С 14 по 17 октября в столице Чувашии пройдет третий международный особенный фестиваль для особенного зрителя, одинаковыми быть нам не обязательно. На события съедутся актеры театров кукол со всей России и не только. Рассказать подробнее об этом событии мы пригласили директора Чувашского государственного театра кукол Елизавету Арьевну Абрамову. Здравствуйте. Здравствуйте. Елизавета Арьевна, а с одинаковыми быть нам не обязательно. Даже в самом названии кроется такая некая изюминка и уникальность этого фестиваля. Он единственный в своем роде на территории Российской Федерации, так написано на сайте Минкультуры Чувашии. В чем его особенности? Ну, название фестиваля, я должна сказать, оно взято из песни нашего спектакля. Он тоже особенный. Почему особенный? Я начну именно с этого. Почему особенный? Это термин, нам подсказали наши зарубежные друзья, к которым мы поехали по обмену опытом. Начали мы работу по обслуживанию зрителей из незащищенных слоев населения, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. Это вот те привычные термины, которые мы применяем здесь. А когда мы поехали, вот в частности, в Литовскую Республику, там уже существовала такая особенная терминология, как особенные дети. Когда мы говорим то, что мы сейчас не называем дети-инвалиды, мы говорим с ограниченной возможностью здоровья. Они нам отвечают, парируют, говорят, вот и в этом названии вы их тоже ограничиваете. И вот так мы привезли сюда это название. Оно очень прижилось, и потом выяснилось, что параллельно в разных концах нашей страны уже этот термин идет. Кто-то называет, говорит, что ничего особенного в этих детях нет, просто к ним нужно особенное отношение. Но тем не менее, глаголом ли, или там причастием, или прилагательным, но эта особенность, она вот сейчас звучит у нас в стране. Вот поэтому особенный. А почему одинаковым быть нам не обязательно? Так придумал поэт из одного из наших спектаклей «Носорог и жирафа». В рамках фестиваля запланированы семинары-практикумы и творческие, и мастерские. Можно ли поподробнее о них узнать? Кто их может посетить? Когда? Куда идти? Ну, мастер-классы, это и лаборатории творческие, практикуются на любом фестивале. Но поскольку он у нас вот такой вот особенный, значит, соответственно, нужны какие-то темы, которые помогли бы нам обменяться опытом и поучиться у наших коллег и показать свой опыт. Художники, обмениваясь опытом, как особенным детям показывать, кому-то поярче, кому-то приглушенные там тона красок включать. Драматурги тоже соревновались между собой, кто правильнее тему покажет в теме для особенных детей. Это все учеба и спор между собой, что творческие люди могут предложить для того, чтобы обслуживать детей. Для чего? Для того, чтобы повысить мотивацию к жизни, потому что, конечно, они в какой-то момент жизни они понимают, что они особенные и то, что они отличаются друг от друга. Вот наша задача дать им возможность какой-то нашей вот театральной технологии понять этот вкус к жизни. И мастер-классы, о которых мы вот сейчас вот говорили, они направлены на то, чтобы нам понять, как реагируют дети на тот или иной сюжет, какой им сюжет нужен. Мы сначала думали, может быть, им нужно рассказать о каком-нибудь несчастном ежике, который потерял иголки, и как к нему относятся. Или вот есть у нас наши друзья из Франции, которые на первом фестивале показали спектакль про зайчика Дауна. Это тоже, наверное, нужно видеть. Но мы поняли, общаясь, что все-таки спектакли должны быть обычные, веселые, жизнеутверждающие, в которых тоже торжествует добро. Кого Чувашская земля будет принимать в этот раз? Откуда приедут к нам гости? – Международность фестиваля мы сохраняем, естественно, да, в силу возможности приглашаем из-за рубежных наших гостей. Вот сегодня мастер-класс будет проводить специалист из Германии. Сам, в общем-то, человек до недавнего времени больной, исправившись со своей болезнью, поэтому он изнутри знает, что такое быть особенным. И он привезет сюда проект пьесы, специально составленный для аутистов. Синдром аутизма сейчас такая распространенная, к сожалению, болезнь, в которой ребенок замыкается. Опять же, видите, дети очень умные. И как поставить эту пьесу, чтобы ребенок понимал? Потому что они настолько особенные, как говорят нам психологи, что вот нужно как-то помочь им. И опять же, я повторяю, что сказка помогает это сделать. И вот этот вот драматург, наверное, немецкая земля, с их педотичностью и точностью вдохновила его очень точно изучить эту проблему. Он со всеми психологами нашими контактировал. Когда он приедет, он встретится в революционном центре с этими детьми и у них научится, что же ему в конечном итоге закончить, как закончить эту пьесу. А потом мы ее поставим у себя. Вот такая заявка в Минкультуру России уже подана. — Будут у вас и спектакли для незрячих детей. Вот как, насколько сложно актеру в данном случае? Все-таки мы, по большому счету, не очень привыкли давать спектакли для особенного зрителя. Насколько сложно актеру приходится в данном случае? И вот я не знаю, какие технологии, может, они используются, чтобы все нюансы донести до человека, который не видит? — Конечно, безусловно, используется опыт уже наработанный. Все же маленькими шажками приходят к той или иной теме. А для слабовидящих, мы называем, деток подготовили даже два спектакля. Этот спектакль называется «Тактильный». То есть дети будут чувствовать этот спектакль. Они те, которые совершенно абсолютно не видят или слабовидящие, им будут завязаны глаза. И для каждого ребенка будет актер. То есть, например, четверо детей, как в нашем спектакле, четверо актеров, даже, может быть, и шесть. А спектакль «Набережная Челнинского театра кукол», который уже в прошлом году этот проект поставил, свой вариант, скажем так, да, мы развиваем. Мы развиваем. Я почему говорю, что мы учимся друг у друга. Если мы в «Набережной Челнах» увидели этот спектакль, мы тоже такой хотим. Но мы хотим его развить. Если там они просто сидят и трогают собачек, ежиков и прочих животных, то теперь мы с ними вместе отправляемся в путешествие. Они уже с нами путешествуют. Запахи у нас там тропические чувствуют. Чувствуют животных, крокодилов, обезьянок. Чувствуют запах банана, апельсина. У нас сегодня на столе очень много наглядных материалов. Думаю, будет неправильным, если мы не объясним, что это у нас такое. Во-первых, я хочу сказать, что вот вы видите здесь программки разных лет. Первого, второго и третьего фестиваля. И видите, здесь одно и то же лицо первой нашей, мы не говорим пациентки, зрительницы нашей, юной зрительницы, Леночка Машенцева и ее мамы. Вот с любезного согласия ее мамы, она стала лицом нашего фестиваля. И вот она здесь у нас, видите, даже ее лицо показывает, насколько девочка счастлива. А кубки? Так, это вот наш первый приз. И с этим мы сами придумали. Это первый приз совместно с электроаппаратным заводом, с его руководством. Огромная им благодарность. Они нам предложили и сделали безвозмездно вот всю металлическую часть этого всего. А каменную часть из камня, который на территории Чувашьей Республики есть, вот это наш конструктор по куклам, Борис Федорович, изготовил. Чтобы повторить, ну, это понятное дело, что это карта Республики, цветик, семицветик, тоже понятно, наш логотип фестиваля. А в этом году мы уже изготовили для всех участников вот таких вот 10 символов, которые тоже воплощают теплоту этого камня, цветик, семицветик и карту нашей Республики. Потому что мы показываем, что такой спектакль, ну и символ солнца, знаете, вот Чувашский символ солнца здесь присутствует. Вот, чтобы показать, на чьей земле зародился такой необычный и замечательный фестиваль, как наш. Фестиваль обещает быть масштабным. Вот вместится ли он на площадке Театра кукол, или это будут разные площадки? Ну, мы, конечно, я должна сказать, что слава Богу и благодарность огромной правительству Республики во главе с нашим главой Михаилом Васильевичем Игнатьевым, что нам отремонтировали здание. Нам приятно, что оно такое красивое украшает не только президентский бульвар, но и, наверное, думаю, что украшение всего города Чебоксары. Мы отремонтируем большой зрительный зал, в котором мы принимаем все спектакли нашего фестиваля. А те спектакли, которые должны идти компактно, то есть мы же предлагаем в программе компактные спектакли, чтобы можно было адаптировать для таких зрителей, идут и в малом зале. То есть у нас в эти дни будут оба зала задействованы на 100%. Поэтому программа фестиваля такая большая, ее даже и не охватишь, поэтому на сайте нашего театра все есть. Пожалуйста, обращайся к сайту, там все написано во сколько, чего вы можете посмотреть и спектакли. Ну что ж, я надеюсь, что этот такой нетрадиционный, но тем не менее, хотя, как сказать, наверное, уже для нашей республики, ставший традиционным фестиваль... Да, мы уже это чувствуем. ...будет яркой страницей в жизни страны, в жизни Чебоксары, в жизни Чуваши. Я желаю вам удачи, чтобы все у вас прошло замечательно. И спасибо вам большое за интервью. И вам спасибо, потому что я думаю, что эта тема, которая заинтересовала национальное телевидение, она до такой степени сейчас актуальна, чтобы воспитать в людях толерантные отношения к инвалидам и инвалидности. Не все еще пока это все понимают. Нужно начинать даже со взрослых. Что ж, ждем вас в Театре Кукол в любой день с 14 по 17 октября. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»